Всем добрый день! Мы находимся в Новосибирске. Прохладно, нос уже примерз. Мы находимся на фабрике Исток, Сибирская пуховая фабрика. Пойдемте, немного расскажу вам и покажу, познакомлю вас с владельцем этого прекрасного предприятия. Здесь, ну это просто моечная машина, в принципе. Кстати, короче, мойка, центрифуга, все достаточно вот этому оборудованию уже, будем говорить, больше 20 лет. Здесь это паровая машина, чтобы понятно было, что здесь происходит. Здесь происходит сушка при температуре 150 градусов и давление 3 атмосферы. Это так называемая инштауп машина. Вот здесь вот как бы сетка такая, я не знаю, просто раз у вас аллергия, я не хотел бы это. Сейчас я вам покажу, и до этого дойдем. Вот, короче, вот эта инштауп машина, это обеспылка так называемая. Суть в чем? То есть, вот видите, сразу я ее открыл, и вот полетела взвесь это. То есть, все находится там, а открыл уже, то есть, все внутри. По сути дела, то есть, ее не должно быть. На каждом этапе происходит обеспылка. Вот она вытягивает, видите, там рукава, она вытягивает как раз эти вот частицы. Вот этих вот частиц их нету. Их, в принципе, не должно в помещении быть. Ну, вот обеспылка идет, помимо этой инштауп машины, да, обеспылка идет на каждом этапе. Даже на сортировке, то есть, везде. Вот в центробежной силе пух идет, то есть, и как бы самая хорошая фракция уходит в последнюю карьеру. Ребят, посмотрите, там пух. Тут и давление своеобразное, тут, ну, как бы, все процессы. Структура пуха, которая навивается в пуховике. Но это не один цех, то есть, их несколько цехов таких, то есть, переработка заключается в том, цеха три таких, а вот таких складов семь. Представляете, все заполнены сырьем. Условно говоря, в изделии, где-то, вот в легком изделии набивается порядка, там, 100 грамм пуха, да. А в большом изделии набивается, ну, 400 грамм, 300-400 грамм. Поэтому, каждую деталь, естественно, надо поделить, то есть, и набить, чтобы она нормально смотрелась. Вот, если бы вам дали такую возможность поставить во все торговые центры ваши одеяла... Ну, нет, конечно, я не справлюсь. С точки зрения одеяла подушек я справлюсь. А вот какое количество вы могли бы торговых центров обеспечить, обеспечить, ну, вашими подушками? Да подушками, в принципе, это быстро нарастить этот объем, очень быстро можно. Нет, вопрос, ну, проблематик достаточно много. С точки зрения нарастить объемы производства, вам, наверное, да и вы сами этого касаетесь, поскольку вы занимаетесь этой темой, очень много, но, например, кадровый вопрос. Кадров для нашей отрасли не выпускается. Не выпускается, мы сегодня эту тему тоже обсуждали. Да, то есть закрыты все, я уже не говорю про технический персонал, инженеров. Да, инженеров-то тоже хороших не найдешь. И на самом деле у меня конструктора работает по 13 лет, и старшему конструктору уже 60. Я вот сейчас на такие совещания, вот он говорит, да, я даже не хожу, потому что меня пристали приглашать, потому что, в принципе, проблематику никто слушать не хочет. Кому это надо? Надо хвалиться всем, что мы здорово работаем, и, в принципе, мы экспортируем. Давайте, соберите 10 компаний от вашего Новосибирска с проблемой дефицита кадров. Спасибо, что вы делаете. Сделили нам время.